Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала Life.Taro. Меня зовут Надежда, и сегодня я выполняю один из ваших запросов, который звучит так. Получится ли наладить отношения? Испорченные отношения, получится ли их наладить? Данный расклад подойдет для любого рода отношений. Это могут быть отцы и дети, это могут быть братья и сестры, это могут быть коллеги, это могут быть некогда любимые друг другу люди, а ныне чужие. Для всех тех, кого волнует вопрос испорченных отношений и вопрос их налаживания. Милости прошу. Четыре варианта. Подумайте о той ситуации, о том человеке, с которым отношения испортились, и задайте мысленно вопрос, получится ли наладить. Я посмотрю сам, саму ситуацию, сам конфликт, если карты покажут, и посмотрю, получится ли, не получится, и что можно в этой ситуации сделать с вашей стороны. В общем, как всегда, все, что покажут карты, все, естественно, скажу. Итак, вариант номер один. Конфликтная ситуация здесь в любом случае из-за вмешательства третьего лица. Причем здесь, может быть, сопряжено, отношения разладились из-за того, что люди развелись, из-за того, что люди могли делить, допустим, братья и сестры могли делить наследство. Здесь, может быть, еще ссора из-за денег. Но, опять же, да, кому-то вы заняли денег, и человек пообещал очень быстро вернуть, но не вернул. Все, что связано с деньгами, все, что связано с официальным расторжением договоров, все, что связано с дележкой имущества и денег. Это по первой позиции, чтобы вы для себя понимали, ваша ситуация или не ваша. Если, допустим, ваша ситуация связана с тем, что, допустим, кто-то опорочил вашу честь, к примеру, да, то, естественно, здесь не ваша ситуация. Здесь конкретно. Деньги, документы, дележка и присутствие третьих лиц в пользу кого-то, да, был сделан неправильно, там, либо деление было сделано неправильно, вот, либо человек, да, всячески агитировал в пользу того, что так тебе будет выгоднее, да, делись, несмотря ни на что, там, разводись. Вот здесь такая ситуация. Давайте смотреть, получится ли наладить отношения. Смотрите, также здесь еще может быть, что кто-то, например, женился, либо вышел замуж, да, и отношения прекратились, да, особенно если это сопряжено с переездом, да, что женился, там, или вышла замуж, переехала, и все, отношения прекратились. Здесь еще так, да, документы, деньги, формальное заключение, либо формальное расторжение отношений. Получится ли наладить отношения. Смотрите, здесь, да, здесь отношения наладить получится, и здесь не стоит ждать, пока человек очухается, если вы заинтересованы в налаживании отношений. Здесь не стоит надеяться, что он одумается, что у него там совесть, я не знаю, проснется там, или чувство вины. Нет, здесь, если вы заинтересованы в том, чтобы эти отношения наладить, вы, собственно, можете инициировать встречу, инициировать звонок или разговор. Здесь, может быть, действительно, человек сейчас на расстоянии, и здесь физически вам придется как-то до него добраться, прилететь, приехать. Но эти отношения можно восстановить. Да, отношения будут несколько не на том уровне, на котором они когда-то были. Но вот этот вот фундамент, прочный фундамент, на основании которого вы потом можете эти отношения развивать здесь, очень-очень даже можно восстановить. Но не без вашего участия, не без вашей помощи. Здесь ваше активное действие, здесь нужно не ждать моря погоды, а действовать. Это позиция номер один. Позиция номер два. Получится ли наладить испорченное отношение. Так, в чем здесь ситуация? Ой, ну здесь застарелая ситуация. Здесь ссора, здесь ссора совсем не недавняя. Это история давняя. Это история давняя. Да. Смотрите, в чем здесь ситуация. Во-первых, это отношения между людьми, которые в свое время очень хорошо общались, очень хорошо доверяли друг другу, которые вот буквально были друг другу поддержкой, советчиком. Здесь может быть ситуация вот двух давних-давних друзей, да, или двух давних подруг. Здесь может быть ситуация две сестры, да, или два брата, но которые очень хорошо друг с другом взаимодействовали. Но только в один момент получилось так, что один отстранился от другого в силу ряда причин. Переезд здесь может быть, потому что дистанция. А может быть, человек просто в силу того, что стал, мог начать больше зарабатывать или выдвинулся на более высокую социальную ступень и стало потихонечку охлаждение, охлаждение, охлаждение. Как таковой вот ссоры такой, чтобы это был конфликт, да, чтобы это было какое-то противостояние. Здесь я не вижу. Здесь один отдалялся, второй к нему тянулся, 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 а потом понял, что игра в одни ворота и зачем я это делаю. Ну и, собственно, все. И отношения заглохли. Без обратной связи здесь, без отдачи. Давайте смотреть, получится ли наладить эти отношения. Конкретно данные отношения налаживать бесполезно. Даже если вы усилием воли снова заставите этого человека быть в вашей жизни, общаться с вами, вот хоть привяжите вы его цепями к своей ноге, вот он все равно как был, вот какой-то вот чужой, да, вот в свое время что-то случилось такое, что этот человек стал от вас отдаляться. Возможно, вы вспомните такой момент, да, вот, который разделил ваши отношения на до и после. Возможно, вот именно в этом моменте стоит поковыряться, да, что может быть там есть и ваша вина, да, а вы проследили. Здесь цель расклада не посмотреть, опять же, правых виноватых. Здесь цель расклада посмотреть, получится ли наладить испорченные отношения. Но здесь бесполезно, здесь в один момент, как когда-то наступило понимание, что сколько бы вы не тянулись к человеку, сколько бы вы руки не протягивали, отдачи нет. И здесь будет то же самое. И поэтому делать ли попытки, да, ради какого-то кратковременного перемирия либо общения, либо не делать, вы решаете здесь самостоятельно. Но по большому счету, вот как такие вот холодные отношения были, примерно они на таком уровне и останутся. Как я и сказала, на короткое время можно сблизить, но это вот, опять же, ваша инициатива, которую вы уже делали, делали, делали. И захотите ли еще делать? С той стороны обратной связи я не вижу. Она давно закончилась. С той стороны. Так, вариант номер 3. Получится ли наладить испорченные отношения. Так, что у нас здесь? Вот здесь, кстати, ситуация матерей и детей. И жен и мужей. Здесь даже так, смотрите, здесь все, кто связан очень тесными узами. То есть здесь не друзья, здесь не подруги, здесь не коллеги, не соседи, здесь родные друг к другу люди. Муж с женой, мать с ребенком, отец с ребенком, брат с сестрой, там сестра с сестрой. Здесь вот абсолютно такая вот семейная камерная ситуация. Так, а причина конфликта? Ну, ситуация, судя по всему, ну, да, когда ссорятся друг к другу близкие люди, это всегда архиважная ситуация. Здесь, видите, четыре старших аркана. Четыре старших аркана. Тут, знаете, как, кто-то взял и выбрался, не выбрался, вырвался, сбежал из-под влияния другого человека. Но здесь так, что один хотел как лучше, а второй не оценил какой-то заботы. Но здесь забота была чрезмерная, да. Это, например, мама может так любить сына, который вдруг женился, да, и начал жить своей жизнью. Мама настолько привыкла, что он всегда с ней и уделяет ей внимание. А тут вдруг появилась жена. И не все мамы готовы смириться с тем, что теперь у ее сына своя личная жизнь и у него есть своя семья, своя женщина, за которой он теперь ухаживает, за которую он взял ответственность на себя. И здесь опека такая чересчур. Здесь может быть еще контроль такой чересчур любого характера, финансового, либо контроль над учебой, контроль за тем, что когда-то человек был пойман на каком-то вранье, и периодически, да, повторялись ситуации. И потом уже доверия нету вообще. И приходится не только там, допустим, спрашивать, но и перепроверять. И вот эта ситуация настолько так гипертрофирована, что с одной стороны большое какое-то властное влияние одного над другим, а тот, который явился тут как бы жертвой, да, на которого давили, вот он исхитрился здесь и убежал, скрылся от этого давления, от этого влияния, от этого надзора. И здесь вплоть до того, что вообще ничего не хочу, ничего не надо, да, ни хорошего, ни плохого, мне все-все-все-все, да. У меня своя жизнь, у вас своя жизнь, не трогайте меня. Здесь вот буквально, да, были родные, стали чужие. Здесь та ситуация, когда говорят благими намерениями. Дорога ведет в известное место. Так, давайте посмотрим, получится ли наладить эти отношения. Конечно, здесь получится, потому что не даром вы родные люди, но здесь, видите, здесь стоит с вашей стороны проявить инициативу, доплыть, скажем так, до того берега, долететь до того берега, который сейчас стал чужим, не сидеть на месте, не обижаться, даже если вас здесь обидели, потому что родные друг к другу люди, они должны быть вместе, они должны быть рядом, что бы между ними не случилось. В каком бы состоянии человек не пришел домой, родные всегда примут, родные всегда поймут. И здесь карты говорят о том, что проявите понимание, потому что родной человек, проявите великодушие по отношению к этому человеку, потому что родной, проявите широту и теплоту души, и сделайте первый шаг, не упивайтесь обидами своими, не упивайтесь гордостью своей. Шаг можно сделать осторожный, под предлогом, например, какого-нибудь праздника, подарок, сюрприз. Также здесь можно спросить, нужна ли какая-то помощь, потому что по шестерке пентакли один дает, другие принимают. Также здесь хочется сказать, опять же, по шестерке пентаклей, здесь не будет налаживания отношений без откровенного разговора. Опять же, один говорит, второй внимает. И потом наоборот. Пока вы не договоритесь, пока вы не проговорите то, что было и то, что вас развело, пока вы не найдете совместные точки соприкосновения, которые вновь вас объединят, пока вы не найдете компромиссы, по которым вы сможете дальше взаимодействовать, ни о каком налаживании здесь не может быть речь. Сначала сделать все, чтобы состоялся контакт, а второй шаг здесь обязательно очень откровенный разговор. всегда с родными людьми нам всегда очень легко испортить отношения, потому что мы перед ними такие, какие мы есть. Нам нет смысла прикидываться, нам нет смысла играть роли перед ними. Но с родными людьми и мириться сложнее, потому что душу наизнанку родному человеку почему-то сложнее вывернуть, извиняться сложнее, но это необходимо. В этом, возможно, здесь и урок ваш, а может быть, это урок того человека, с которым вы поссорились. Но здесь ваша задача проявить милосердие, благоразумие, сделать шаг навстречу. Не навязчиво здесь, ни в коем случае, там не как там снег на голову, да, аккуратно, осторожно, чтобы, грубо говоря, вытащить человека из своей раковины и инициировать разговор. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не ссорьтесь, с родными, близкими тем более. Обязательно беритесь. Других таких у вас не будет и роднее тоже не будет. Так, и ситуация, позиция, точнее, номер 4. Получится ли наладить отношения? Так, что здесь за ситуация? Ну вот смотрите, все четыре старших аркана, да, что ситуации здесь действительно важны. На каждую позицию по старшему аркану. я думаю, не случайно те, кто оказались на моем канале на данном видео, даже случайно, если они зашли, абсолютно не случайно все это было. Какие-то неведомые силы привели вас, чтобы послушать данный расклад. Давайте смотреть, что здесь за ситуация. Что здесь было? Здесь на фоне полного благополучия могло случиться так, что одолжил денег и исчез, попросил в долг, исчез, попросил машину, там разбил, исчез. Здесь все, что связано с материальным, все, что связано с имуществом. Причем, до вот этого момента отношения были хорошие. Вот конкретно, либо деньги, либо транспорт какой-то здесь явился причиной конфликта. И разбирательства здесь действительно были. Здесь не так, что исчез человек, а вы махнули рукой и сказали, да и ладно. Нет, здесь вы еще пытались как-то с ним либо поговорить, либо вменить его по поводу его нехорошего поведения. Но поняли, что вы теперь явились заложником ситуации, в которой, сами того не ведая, оказались втянутой. да и теперь тут похоже даже уже и от человека ни слуху, ни духу, нет. Канул. Исчез. Давайте смотреть, получится ли наладить эти отношения. я извиняюсь, карта упала. А упал у нас Паш Мечей. Сейчас посмотрим, к чему этот Пашик упал. Человек, с которым у вас конфликтная ситуация, хоть и кажется, что он исчез, канул в никуда, растворился в пространстве, но нет, он за вами здесь поглядывает, подглядывает, и ему здесь нужно быть на чеку, чтобы вы вдруг, не знаю, не пришли, как снег на голову, не заявились. ему нужно знать о ваших, не знаю, перемещениях, о ваших целях, что вы намерены делать. То есть здесь как такое, знаете, отслеживание. Причем здесь может быть передача информации через родных, близких, ваших. Тот человек, с которым у вас произошла ссора или конфликт, о вас и о ваших планах узнает через людей, с которыми вы общаетесь. это ваши общие знакомые, может быть даже это ваши родственники, тех, кого вы причисляете к своим друзьям, родным и близким. Потому что не готов человек к разговору с вами, ко встрече с вами и, видимо, к возврату того, что он вам должен. Так получится ли наладить отношения с этим человеком. Знаете как, да, здесь получится наладить отношения, но только если вы от души простите и человека, и то, что он вам должен. Просто как мать Терезы, не знаю, или как отец милосердия, будете вот только в этом случае. До тех пор, пока вы ждете от этого человека долг, или до тех пор вы ждете то, что он вам должен, ни о каком наложении отношений здесь речи быть не может. Как бы вы не пытались призвать к закону, воззвать к совести, приезжать, я не знаю, разыскивать его, угрожать, бесполезно. Поэтому, если здесь очень важно наладить отношения с данным человеком, здесь рассчитывайте на то, что вот с тем, что он вам должен, здесь придется попрощаться. От души простить и проститься со всем, что у вас тут с ним явилось причиной для конфликта. Ну, вот такие у нас сегодня четыре позиции. Я надеюсь, вам понравилось, надеюсь, было интересно. Ну, а на сегодня все. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.